Всем привет! Ребят, многие просили рассказать за медицину в Катаре, за больницы. Слава богу, у меня опыта немного в этой сфере, но всё-таки есть, и я расскажу, исходя из, опять же, своего опыта, какие были плюсы, минусы, через что я проходила, про частные клиники, про государственные клиники. В общем, всё, что я знаю, я расскажу. Но, опять же, я говорю из своего опыта, и разные ситуации бывают, я слышала много и плохих отзывов. Лично у меня, в принципе, всегда всё было хорошо, и вот даже сейчас, почему я начала записывать это видео, потому что я как раз-таки вышла из государственной больницы, у меня была запись к доктору плановая, и в который раз у меня всё прошло отлично, всё очень вежливое со мной. Да, приходится подождать пару часов, потому что у меня запись была на... ну, не пару часов, кстати, час-полтора. У меня запись была на 9.30, и сейчас 10.50, и я уже закончила, ну, грубо говоря, час я подождала. А в целом, всегда со мной все очень добрые, приветливые, по возможности сразу принимают. Понятное дело, там очередь большая, очень много людей, так как это государственная клиника, она бесплатная для резидентов Катара. Меня всегда пугало заболеть в другой стране, и, наверное, вы знаете, что я очень долго работала на контрактах, переезжая в страну, и я всегда держалась так огурцом, потому что даже само понимание идти в больницу в другой стране, и сложности, которые могут возникнуть с коммуникацией, в принципе, с пониманием того, что происходит, меня они всегда пугали. Так же было и в Катаре, и каждый раз, когда я даже там простывала, простуда от кондиционера, это очень частое, что со мной было здесь, и всегда я старалась как-то самостоятельно вылечиться чаем с имбирем и лимоном, но иногда все-таки нужно пойти к доктору, чтобы тебе выписали какие-то лекарства, так как наш организм не привыкший к постоянным сидениям под кондиционером, и моментами эта простуда бывает очень странной. И вот однажды это случилось со мной, когда я простыла от кондиционера, и у меня непонятно болело горло, то ли температура, и в общем, ну на самом деле это состояние меня очень пугало, и чай с модом уже не помогал, поэтому я решила, нужно идти к врачу. И не знаю, куда обратиться, я просто пошла в первую попавшуюся, и это была Медкер, по-моему, называется на Вестбэй в Гейтмоле, очень красивая больница, там в торговом центре на четвертом, по-моему, или третьем этаже, весь этаж эта больница, она частная, там все в красивом таком белый-бирюзовом цвете, все очень вежливые, тебе сразу подходят, но прием доктора там стоил 450 реалов, это 125 долларов, ну как бы дороговато. Доктор меня посмотрел, послушал и выписал мне панадол, вот этот cold flu, который вот наш форвекс, вы с водичкой разводите, и все. И, кстати, последующие разы, когда я ходила в ту больницу с простудой, мне всегда выписывали просто панадол, который мне почему-то не помогает абсолютно, мне выписывали и таблетки какие-то панадола, я просто от них хожу в следующий день чумная какая-то, а именно какого-то эффекта, ну не было. И каждый поход к доктору выходил долларов 200, потому что прием доктора, плюс там какие-то лекарства, которые тебе выписали купить, достаточно дорого. Если у вас есть страховка, то, в принципе, норм, страховка покрывает, вам все равно, куда идти. Когда нет страховки, в принципе, здесь прием доктора в частных клиниках стоит от 200 до 450 реалов. Это если в долларах 55, 125 долларов. Если вам нужно сдать какие-то анализы, то это где-то 300 реал минимум и до 850. То есть, если в долларах, это 82 до 233 долларов. Несмотря на все это, когда мне нужно было сходить к доктору, я всегда ходила в частные клиники. Мне казалось, что это лучше. У меня все равно это понятие сложилось еще из Украины, что частные клиники будут более качественные. До того момента, как сама доктор перенаправила меня в государственную клинику, она мне сказала, зачем ты будешь платить здесь деньги, лучше пойди и сделай там за бесплатно. Меня это удивило и немножко напугало на самом деле. Ну, потому что какие у вас ассоциации идут с государственными клиниками? У меня сразу картинка. Такое, знаете, обшарпанное салдеповское здание, какие-то злые врачи. Какие-то у меня плохие воспоминания с больницами, с нашими, наверное. Но здесь все оказалось по-другому. Я слышала разные отзывы о Хаматхоспитал здесь, это государственная клиника. И многие жаловались. Но лично у меня все всегда проходило хорошо. Я там была несколько раз. При том, что я очень не люблю больницы, я очень боюсь любых уколов, даже сдавать кровь. У меня почему-то какая-то фобия от этих уголок. И даже сдавая кровь на анализы, я могу расплакаться. И меня так медсестра успокаивала, слезки мне вытирала. Говорила, ты чего плачешь? И действительно, вот несколько раз я сдавала кровь, мне брали там тест на корону. И все было очень хорошо и ни капельки не больно. И здесь, чтобы пользоваться услугами государственной клиники, нужно, чтобы у вас была ID. И тогда вы сможете сделать себе health card, так как отдельная карта здоровья с вашим номером. Тогда вы можете идти в государственные клиники, брать appointment, записываться к доктору, обназначать день, время. Чтобы оформить эту карту здоровья, вам нужно обратиться в Хамат Хоспиталь по вашему месту жительства. Вы можете позвонить на номер, какой у них там указан на сайте, и спросить, к какой больнице вы относитесь. Тогда вы туда едете и оформляете эту карту. Дальше с ней все просто. Вы можете звонить в хоспиталь, записываться к доктору, которому вам нужно сходить. Иногда это занимает время, вас могут записать через месяц, через два, если это что-то несрочное. Потому что здесь людей очень много, очень многие пользуются услугами этого хоспиталя. Так как это практически бесплатно, прием доктора там стоит 30 реал. Ну и понятно, все идут туда, потому что в частной клинике, как я сказала, это у 200 реал на порядок дороже. Всегда перед приемом доктора медсестра вас спросит стандартные вопросы, взвесит, померяет давление. И потом уже направит к нужному доктору. И, кстати, я заметила такую вещь. Не знаю, играет ли это роль, либо это просто так совпадало со мной. Но всегда, когда я иду в государственные какие-то учреждения, в том числе в государственную больницу, я этот платок завязываю на голове, чтобы там прикрыть волосы. Потому что здесь очень много местных. И все, кто работают, они в хиджабах. Поэтому не знаю. Чисто первый раз, когда я пошла, я надела вот так вот платок и всегда теперь так делаю. И могу сказать, что, возможно, это влияет на отношение к тебе. Все тебя уважают. Всегда всех ты такая милая, хорошая, с тобой шутят. Поэтому, девчонки, если вам не напряг завязать платок, когда вы идете в больницу, то почему бы и нет. Потому что многие девочки жалуются, что их там принимают в последнюю очередь, что они там сидят по полдня. И доктора с ними какие-то там злые или еще что-то. Ну, не знаю, у меня такого не было. У меня всегда все очень хорошо и замечательно. Мое впечатление о медицине в Катаре хорошее, так как это развивается, особенно государственное. У них там всегда какие-то самые новые технологии. Они очень следят за этой темой. Поэтому вот так вот. Наверное, все, что могла рассказала. Надеюсь, эта информация была вам полезна. И все. Вот так вот.